вы еще не смотрели дау да вот этот многосерий я не буду вам вообще со мной не очень везет я их все знаю и горжановская тоже лично знаю я очень проект нашум не люблю его творчество вообще просто не переваривая я хотела спросить просто про очень много дерьма как я про эту книгу я просто я читал мемуары я еще не смотрела фильм но я читаю марок не там же за перформанс такой знаете в париже 2 кинотеатра да 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 там же это огромный проект но мемуары кур и ландау а ландау это как бы там рассказ о бесконечно неудачной любовной жизни суждалом дал великий физик да и видимо не очень адекватные мужчины в реальной жизни потом после того что он попал в автокатастрофу не общая сглой были проблемы коржановский снимает вот такую чернуху там не был фильм четыре где 70-летняя женщина были с голой грудью всю дорогу трясли короче я вам хочу сказать все еще он так распрощался советской эпохой какая нафиг эпоха я просто хорошо знаю я речь о другом идет я не люблю такое творчество в принципе есть комедия нуар братья коэн а а есть на милане до идеально все лучше верю а есть такое дерьмо про дерьмо и еще сверху дерьмо и дерьмо погоняет я хочу сказать что многие режиссеры и сценаристы но у них такой богатый внутренний мир нездоровый который не вываливает на других людей а если они талантливые то это цепляет еще ну достоевский например с толстым но оба больные неадекватные люди и все это дерьмо они вываливали но они великие писатели и в школе проходит понимаете какое дело а рано же достоевского и толстого в школе как объяснить 13-летнему человеку когда изучающему анну каренину почему собственно говоря там врунске абсолютный мудак а на чек больной и вообще о чем эта история эта история о том о чем крейсер у саната что во времена толстого женщина эта вещь и поэтому каренин сам бы с ней развелся но не может она его собственность ему приходится терпеть кстати борис гребенщиков написал песню и сняли фильм 8 минут и знаете да да черная как ночь она она минутный да и меня этот фильм с это прославил потому что юлия пересильд который играет анну каренину суханов играет и видела эти восемь минут и там значит каренина говорит мне так плохо запишись клопковскому они же рвут меня все они взорвут сходи на йогу клопковскому это самое лично реклама да ты я считаю хорошая реклама была ось смешной фильма рака она помните все в конце она роняет в родского на рельсе да она толкает и засаживаешь крему каренина мужа слова так вот я хочу сказать что толстой сам был полным психом очень плохим по-человечески вел себя с детьми с женой его дочь тайны писала что он вообще с мелкими детьми не общая цепь такое иезуистство и вы не интересны были маленькие собственно ведь у него было много детей при этом он устроил школу рядом с домом для крестьянских детей родные дети выходят на крыльцо папа гает мне с вами не интересно не о чем и он тоже с чужими пятилетними их учат но софья андреевна бедная от него славя себя ножницами колола жена его да но и же ужасные дневники ию где она там день за днем описывает вообще она фактически жила психушке и чеком было тоже нюхо анализ так он такой же псих при этом читаешь мама дорогая или достоевский по пробы не где ставить и вырывал серьги от жены закладывал в казино игрок а игрок всех жутки он же и закладывал же и продавал да нет и это все профессионал ребенка да мама дорогая вот но но кстати был так сказать диагностированный больной эпилепсии было но я хочу сказать он великий писатель что такой великий писатель человек который гениально рассказывает истории и поэтому даже то что я говорю домой как просто качественно да но по содержанию кто папа убил о чем произведение это по проститутку катю маслову про анну каренину который с любовником уже изменяет и подрекса о чем вообще все это а богатом утренней мере этих великих писателей я вам хочу сказать с тех пор как я стал выздоравливать психологи редко бывают здоровыми мне все это не интересно про черноху про смерть про болезни я этим не живу есть такое понятие заболевание называется к профагии сдать их переводится говноедение вот я это считаю стеснялась когда вы понимаете это для меня говноедение в чистом виде у нас даже такие программы есть на телевидении не разбирает героев там вот типа пусть говорят если вы знаете российский не очень знаете только андрей малахов не люблю российской телевизион смотреть два часа как сумасшедшие бабушки вместе с да я об этом рассказываю вам сушить и сомнили книжку классно почитать в это время вот я люблю позитивное я люблю комедии драмы я не смотрю люблю боевики детективы и комедии я не люблю драмы я не считаю вот такую литературу чернушную и даже дружа я обожаю жору крыжовникова и юлия александрова его жену я не буду смотреть дикаприю потому что это чернуха про рак про смерть про нищую семью про это до храни это вообще нужно а это все интересное смотрю режиссером интересный следовать как это люди пусть я все-таки психолога на то чтобы делать жизнь счастливее а я однажды участвовал в передаче на канале культура тема была самое главное произведение про любовь мировой литературе я сказал гоголь старосветские помещики оказалось меня сначала все посмеяли что сама редакция культура тоже считает а там же нет ничего там нет ни сюжета не драма там ничего не происходит там это пульхерия иванова спрашивает василий иванович вы как будете варенье с косточкой или без и все это есть про любовь а все остальное это никогда не счастье ну конечно это остановит там все это настоя филипповна кармана это полное говно и клюви не имеет никакого отношения но невротики так не думают поэтому специально для них есть огромная масса таких же психов которые пишут великую музыку самое интересное что они великие я впервые всегда считал что у моцарта нереально красивая музыка и гармония знаете что выяснилось впоследствии и сутка тревожная все произведения самые красивые просто пронизано тревогой он великий конечно великий кто с этим будет спорить я сам люблю слушать но я отдаю себе отчет что не все так просто в то же время по-другому же невозможно никаких других иных вариантов не существует да вот теперь если у меня спать к лавы чем это не даже сказать нечего потому что когда все хорошо не романа не напишешь не спектакль не поставишь явно пример очень ну как бы дружусь режиссерами сценаристами вот например с это самый лучший сериал вам все это смотреть это домашний арест лепакова я смотрю это лучше вообще что на русском языке в своей жизни я говорю семён а правда вот этот механизм во всех сериалах один и тот же герой не может получить то что он хочет и себя да нет конфликта морковка на ряду к за который не дарим точно стало после этого объяснения я понимаю вот этот скрытый механизм на который садятся миллиарды зрителей на всем мире он тупой на самом деле потому что все связано с тем что ты хочешь а у тебя этого нету и 115 серии то опять хочешь опять нету вот мне это неинтересно мне интересно когда все-таки что-то позитивное ну смотрите есть только два варианта зрителю должно быть или там читателю или слушателю или больно или смешно вы выбрали свой вариант вы хотите когда смешно стоп 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 вот приходите на лекцию есть такой жанр мой любимый называется драмеди когда вам одновременно и больно и смешно например в течение одной лекции за полтора часа а ситуация первая встает парень и говорит мы скоро умрем я бы насколько скоро мне уже 20 лет почти персона к давайте при себя я еще поживу после нее встает женщина и говорит я недавно развелась ребенка пять лет у меня есть новый мужчина мне делает предложение я боюсь что я опять разведусь ребенок пострадает что мне делать женщина выходите замуж вы все в конце умрете это вот ну а парень так что объяснил черт боятся вы помрете потом это одна история да ну то есть все поржали поехали дальше другая история выходит 26-летняя девушка лет моя мама меня не любит она никогда меня не обнимала не целовала я не могла ты никогда подойти о чем-то рассказать и плачет по тайме встает какая-то тетка выходит это ее мать когда она видела мать она тут же ушла и говорю обратно возвращайтесь мама начинает тоже плакать и говорить да я ее люблю я не могу свои чувства выразить я всегда читала что если я для нее что-то делаю это есть любовь плачет весь зал вместе с ней вот когда это вот за одну историю да это интересно бывает так что у меня джанр такой нет даже дропе дародраме да чисто это вот спрашивает что-то здесь здесь